Его должны были посадить в общей сложности на 300 лет за сбыт мака. Речь идет о громком маковом деле в Брянской области. И не хотелось бы, чтобы такая же история повторилась на Алтае. Сейчас в Барнауле судят предпринимателя Сергея Серенко и двух его продавцов. Одним из немногих, кто поддерживает обвиняемых Сергей Шилов. Это его хотели посадить на 300 лет. А причина в обеих историях одна – продажа кондитерского мака. Но случай Шилова уникален – это единственный оправдательный приговор в России по этому обвинению. Повернется ли удача лицом к алтайским обвиняемым и в чем зачастую абсурд самого обвинения, мы поговорим с Сергеем Шиловым. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в России стали все чаще и чаще привлекать за кондитерский мак? Это все проблемы 90-х годов, которые до сих пор не решены. Включили маковую солому в перечень, в список наркотических средств. Постановление 681-го правительства 30 июня 1998 года. Включили. Но госправительство не дало никаких критерий оценки. Ну, взяли Сергея. Вы обвиняете в том, что он торговал маковой соломой. Я задаю простой вопрос. Уважаемые господа следствия, уважаемое правительство Российской Федерации, я понимаю, что в 98-м году у нас бардак полный, и вы хоть как-то что-то... Ну, пора привести все в соответствие. Ну, сколько можно ждать? А что такое маковая солома? А при каких критериях оно становится наркотиком? Вот мы, Сергея привлекают, по голове 25-й уголовного конца. Преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Но вы не дали мне критерий, что по маковой соломе при каких условиях она становится наркотиком? То есть включили. Но вы перед тем включить должны были провести экспертизы. Ну, тогда были 90-е годы. Тогда у нас законодательная страна-то все. Ну, включили. Ну, сколько лет-то можно? Давайте сделаем. То есть вообще никаких критериев оценки маковой соломы нет? Они пользуются рекомендациями. В свое время, когда у нас строилось российское государство, когда это не было, для закрытия вот этих сделок сделали рекомендательный орган при Минздраве. Назвали его постоянный комитет по контролю по наркотикам. И, ну, вот в стране было, ну, вот пришло на Брянск таможню, таможник находит ампулы с морфином жидким. А в стране не было вообще. А как их мерить, как их определить, что это наркотик, не наркотик? И срочно, быстренько этот комитет разработал рекомендации. Затем этот комитет разогнали. Но эти рекомендации, основанные на приборном парке 90-х годов, так и действуют. И что получается? Есть методики, которые утверждены организацией, которая имела рекомендательное, ее инструкции имели, ну, его решения имели рекомендательный характер, которая работала на общественном начале, который его потом закрыли, с 1 июля 2011 прекратил свое существование. Но методики его живут, они меряют все на этих методиках, и там заложен принцип, что если в черном веществе есть следы алкалоидов, то это маковая солома. Вот у Сергея, вот там есть присутствие, а, знаете, как вот пишут методики, маковая солома. Я говорю, господа, ну, вот теперь вот смотрите, господа, вот присяжные, я заказываю свои. Говорю, вот смотрите, вы взяли квас, выпили. В квасе вы пошли, вот вы лето берете, выпиваете кружку кваса. С вас тут же, ну, через минуту-две там, берут кров, и у вас в крови находят присутствие алкоголя. Потому что квас, в любом квасе добавляется лимонная эссенция, которая содержит 45 градусов и так далее. Дальше кефир. Ну, это не значит, что вы выпили спиртное. Но его в такой степени, что, а вам говорят, все, извините, куда вы сели за рот? То же самое, вы возьмете сейчас булочку с маком, если вы ее, рулет лучше, попили с чаем, и у вас у вас берут кров, у вас находят наркотическое вещество. Ну, вот мужчина там на Дальнем Востоке, в интернете там пресса подключилась, тоже благодаря прессе, он мужчина поехал к тещи, та его накормила пирогами, с маком, с чаем. Тот выпал, воел, все, его милициями останавливает ДПС. Так, ой, выпад наркотик. Как я нам? Берут анализ крови. Да, присутствие алкоголида. На два года лишение права. Кончилось тем, что уже когда пресса хай подняла, в суде судья купили рулет с маком, он там съел, запил там все, посидел, подождал, он при присутствии приставов там сдал мочу, там в моче кров, отнесли, через неделю, вот все показывает наличие этих самых алкоголиков. Как сейчас посоветуете действовать, Сергей Юсеренко? Вы как корреспондент, как пресса, должны требовать от власти, от министерства, сейчас МВД, говорить, господа, вот вы привлекаете здесь, в нашем городе, в Барнауле, такого-то, такого-то, за торговлю якобы маковой соломой, экстратом и так далее. но вы нарушаете, во-первых, Конституцию, его конституционные права. Статья 55 Конституции говорит, что привлекать к уголову на ответственность можно только в той мере, в которой это необходимо для защиты здоровья. А вы не установили вред здоровью. ну да, торговал он маком, да, там содержится какая-то сорная приводка. Ваши эксперты сказали, что это маковая солома. А с чем вы сравнили? А что такое маковая солома? А какие образцы, где они утвердили? Вот я написал в Ростандарт. Есть ли образцы, утвержденные, зарегистрированные, маковые соломы? Мак, а то бы маков. Нету. Ну, с у вас ничего нет, за что вы тогда сажаете? Конституционный суд также сказал, если вы нашли что-то, чтобы привлекать его к уголовной ответственности человека, нужно также определить свойства, степень воздействия человека на организм человека. Это в количестве. Вы определили, вот да, он продавал мак, но он наносит вред здоровью или нет? Вы определили, нет. Ну, а как вы привлекаете? Это конституционные права его. В этих всех делах самое страшное и самое проблематичное, о чем вы, как пресса, как наша четвертая власть, должны орать и кричать. Господа, доколе вы будете привлекать за то, что не наносит вред здоровью человеку. Вам в общей сложности за все 25 эпизодов дела грозило до 300 лет лишения свободы. Почему вас все-таки оправдали? Меня оправдали присяжные. Одна из причин. Ну, я просто выдвигаю свое мнение и версию, что, извините, господа, я вот так защищался и меня простые люди оправдали. был бы обычный штук, но я бы улетел как даже никто не сомневается. Как считаете, у Сергея есть шанс услышать оправдательный приговор? Да нет, у него уже там представление вот этих прошло, сейчас его быстренько скомкают, ему сейчас дадут там месяц-два и через два-три месяца его укатают, как сивку, годов так на восемь и девочек его так на шесть и на четыре. Что ж, будем надеяться, что ваши прогнозы не подтвердятся. Ну, а мы в свою очередь будем следить за ходом уголовного процесса. Сергей, спасибо за беседу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok